Обновил правительство наполовину, не смог стать премьером развития. Повод не было последние 12 лет. Есть радостные поводы, как долго не жили ни в СССР, ни в современной России. Всем привет, это Василий Ипанчинцев. После выборов президента России традиционно правительство уходит в отставку. Михаил Мишустин возглавляет кабинет министров уже 4 года. Время подводить итоги. Мишустину 66 лет. Он представляет следующее за путинским поколением управленцев. До назначения премьер-министром Михаил Мишустин возглавлял федеральную налоговую службу, из которой сделал вместо полицейского ведомства приятный цифровой сервис. В 2020 году пост премьера решил покинуть Дмитрий Медведев, переместившись на специально созданный под него пост заместителя председателя Совета Безопасности. Путин выбирал из четырех кандидатур, среди которых Мишустина не было. Фискал стал личным выбором президента. Мишустина никто не называл, кроме меня. Я могу вам сказать, что было три кандидата. Три? Да. Мне было предложено три кандидатуры. Если не четыре. Но Мишустина среди них не было. То есть это было ваше? Мое. А чем вы руководствовались? С личными и деловыми качествами, Михаил Владимирович. В 2020 году Михаил Мишустин обновил правительство наполовину. Он получил широкий карт-бланш, который был полностью реализован. Новый премьер пользовался доверием главы государства. Тот даже позволил ему забрать двух заместителей из ФНС. Однако в сознании народа новый премьер так и не стал фартовым. В России большое внимание придают символизму. А здесь назначенному в январе под технократические изменения премьеру пришлось вместо развития заняться аварийной работой по спасению страны от коронавируса. Более того, Михаил Мишустин сам заболел новой заразой, о чем сообщил 30 апреля. Добрый вечер. Уважаемый Владимир Владимирович, Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я, соответственно, должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег. Правительство продолжит работу в штатном режиме. И я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам. А в качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Андрея Ревимовича Белоусова. В период пандемии правительство в целом неплохо справилось со своей работой. Были закуплены за рубежом средства индивидуальной защиты, началось производство в России. Недостатка в антисептиках не было. Однако и после завершения пандемии коронавируса Михаил Мишустин не смог стать премьером развития. В феврале 2022 года началась специальная военная операция на Украине. Интересно послушать, что говорил Мишустин на историческом заседании Совета безопасности, на котором решался вопрос о признании ЛНР и ДНР. Я вот сейчас выслушал то, что сказал Николай Платон, считаю, необходимо, конечно, довести нашу позицию, если хотите катализировать ее, и в случае никаких подвижек, если не будет, признавать ЛНР и ДНР. В целом стоит признать, что правительство неплохо справилось со своими задачами. Был разрешен параллельный импорт, позволивший закрыть проблемные позиции по санкционным товарам, в частности по автомобилям и комплектующим. Экономика восстановилась уже к сентябрю 2023 года. Как отметил Мишустин в недавнем отчете перед Госдумой, в России выстроена с 2020 года новая технологичная система государственного управления, которая оказалась способна справиться с последствиями рекордных санкций. А теперь к важным экономическим показателям работы Мишустина. Безработица находится на уровне 3%, очень низкий уровень. ВВП растет на 3,6% в год, в развитых странах вдвое меньше показателей. Инвестиции составили почти 10%, такого не было последние 12 лет. Доходы федерального бюджета выросли на 5%, достигнув отметки 29,1 триллиона рублей. Тревожит только инфляция, а на более 7%. Это одна из главных угроз для российской экономики. Есть и радостные поводы. Средняя продолжительность жизни в России достигла 73,5 лет. Так долго не жили ни в СССР, ни в современной России. Достигнутые результаты позволяют говорить о том, что скорее всего Михаил Мишустин останется во главе правительства. Системный, понятный, неамбициозный, технократический премьер, который способен добиваться успехов. То, что нужно для пятого срока Владимира Путина. Да и ставить на место Мишустина по сути некого. На переправе коней не меняют. Сейчас Россия готовит свое контрнаступление на Украине. Нужно завершить специальную военную операцию нашей безоговорочной победой. Не время менять премьера. Михаил Мишустин работает без лишнего шума и пыли. Так что ждем точечных замен министров, но не главы всего кабинета. Сделаем все, чтобы наша лучшая в мире страна процветала. Абсолютно в этом уверен. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Здесь будет много интересного. До скорой встречи. Увидимся. Пока.